Красавец стоит на пригорке у нас, собою село украшая, луч солнца играет в его куполах, теплом и любовью нас манит. Так хочется что-то вложить в этот храм, частицу свою в нем оставить. Не стыдно, чтоб было душою потом. Господь нас в беде не оставит. Село вновь обрело душу, говорят обуховцы, давно мечтавшие о своем храме. Деревянная Петровская церковь сгорела в 1946 году. С тех пор поклониться Господу прихожане ездили в соседние села, но память о своей намоленной церкви берегли в эскизах и фотографиях. В октябре прошлого года сбылась мечта обуховцев. Под попечительством компании «Металлоинвест» и президента фонда «Поколение» Андрея Скоча началось возведение нового храма, точной копии прежнего. Вы знаете, сейчас душа поет, потому что я уже полвека в обуховке живу, и я храм только видела на макете. Мы уже не надеялись, что будет когда-то в обуховке храм. Слава тебе, Господи, наконец этого дождались. Ездим в храм в Незнамо, теперь будем в свой родной. И особо радует, когда ночное было служение, что без всяких проблем можно прийти, помолиться, пойти домой. И с кольца моего дома видны купола. Я все время смотрю, думаю, теперь будут кресты, можно перекреститься. Когда-то крест был орудием казни, а сегодня это красота церкви и защита прихожан от всех бед. Священнослужители осветили кресты и колокола. Самый большой благовестник издал чистый и долгий звук. Появление крестов и колоколов – еще одна ступенька к воссозданию святыни на селе. В сентябре здесь планируют завершить строительные работы. Строители храма известны. За всех жертвователей и благодетелей храмов совершается ежедневно поминамение в церкви. Это и ОМК, это и Металлоинвест, это и фонд поколения Андрея Скотча. Все эти люди и, конечно, обычные строители, самое главное, я думаю, все они вместе составляют собой всех тех, о ком будут помнить потом еще, взирая на этот храм, приходя на службу и молясь за всех строителей, благотворителей и благоукрасителей святого храма сего. Впереди работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории нового храма, который распахнет двери прихожанам нынешней осенью.